Предотвратить громкое преступление, похищение ребенка удалось Дмитрию Даннику. Бывший сотрудник уголовного розыска, ныне работник ЦОУ, рассказывает. Похитители спрятали в чемодане девочку и таким образом пытались перевезти живой багаж. Историй, связанных со службой, много, говорит Дмитрий. Салтанат Шурай удалось пообщаться со стражами порядка в третьем поколении. В центре оперативного управления департамента полиции Алма-Аты день пролетает незаметно. Дмитрий Данник говорит, что преодолеть все трудности помогает любовь к профессии. А привили ее родители, тоже полицейские. У Дмитрия никогда не возникало вопроса, какую специальность выбрать. Он с детства знал, что следить за порядком и бороться с преступностью – его призвание. Такая уверенность дала плоды. Полицейский не раз пресекал преступный умысел. Когда еще в уголовном розыске работал, только лейтенантом был. Шел с гостей ночью и встретил двоих подозрительных лиц в чемодане. Начал у них документы проверять, представился. После того, как чемодан попросил открыть, оказывается, там ребенок связан. Преступники убежали. Потом совместными силами структурных подразделений департамента были задержаны. Вот такой момент у него в жизни был. Династия Данник отмечает День полиции вместе. Отец, мать, два сына и сноха – все носят погоны. Выбор детей, говорит глава семейства, был не случайен. Ведь и одни когда-то смотрели на своих родителей и выбрали эту благородную профессию. Дети смотрели на нас, что мы постоянно в форме, в форме, в день и ночь, как говорится. И сразу старший сказал, я только в милицию пойду работать. В полицию. Ну, милиция тогда. В полицию пойду работать. Поступил. Не толкали, не заставляли. Это его было желание. Закончил он через четыре года. Младший сказал, я тоже буду. Дмитрий вот. Тоже поступил. Дети у нас сами выбирали свою профессию. Два десятка лет с честью несли службу Алексей и Елена Данник. Будучи на пенсии, оба они не сидят сложа руки. Помогают детям растить внуков. Супруга Алексея по счастливой случайности оказалась с сестрой друга-сослуживца. Так они и познакомились. На профессиональном празднике, куда друг привел юную сестру, выпускницу школы. Началось все с нашего папы. Он тоже пришел из армии. И он пошел работать во Фрунзенске тогда. Сейчас он медевский, а тогда был во Фрунзенске РОВД. И он проработал там 35 лет. И, естественно, глядя на него, я и слышала эти милицейские будни. И видела, как работа тяжелая. Папа приходил, иногда рассказывал. Но не мне, они с мамой разговаривали, а мы это все слышали. Потом, когда брат пришел с армии, он в Германии, вот с мужем моим служил. Вопрос однозначно был решен. Он поступил в среднюю школу милиции. Сноха этого дома Эльмира Данник, инспектор в ООЗовском управлении полиции. Именно здесь она начинала трудовой путь с однокурсником Дмитрием Данником, с которым позже решила соединить судьбу. Эльмира гордится и своей семьей, и специальностью, которую выбрала благодаря дедушке, тоже посвятившему жизнь нелегкой службе. Я довольна своей работой. Я горжусь, что я ношу погоны. Я сотрудник полиции во втором поколении, у меня муж в третьем поколении, у меня свекровь, я ее называю мамой, свекропапой называю. Они тоже сотрудники полиции, они во втором поколении. У нас вся семья в погонах, все работали, работают. Поэтому я думаю, что и четвертое поколение тоже будет. За Достарханом семья Данник обсуждает специфику службы. Домочадцы понимают друг друга с полуслова. Династию, уверены они, продолжат внуки и правнуки. И тоже будут гордиться профессией, которую в этом доме чтят все.